День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.юа. Меня зовут Татьяна Ящук, а у нас сегодня в гостях президент Украинской Федерации фигурного катания, хотел сказать футбола, повысить вас или понизить, не знаю уж, фигурного катания Евгений Ларин. Здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Собственно, все, что хочется сейчас вам сказать, возможно, речь вы какую-то готовили, может, не готовили, но все-таки болельщикам фигурного катания в Украине, людям, которые задавали свои вопросы. Собственно, есть ли какая-то вот такая речь суммирующая? Суммирующая, честно скажу вам, речи никакую, в принципе, не готовил. Я, безусловно, открыл к любому диалогу и сторонник того, чтобы наши сегодняшние ваши читатели, в том числе и наши, задавали любые вопросы, для них интересующие, я готов открыто отвечать на них. В принципе, как речь, наверное, скажу одно. Я приглашаю всех сегодняшних зрителей и читателей вашего ресурса, и в том числе и нашего, мы дублируем вашу информацию в том числе, прийти к нам на каток, попробовать себя в роли фигуриста, в роли фигуристки, возможно, в роли танцевального дуэта или спортивной пары, или просто для себя научиться кататься и проводить прекрасное время. К нам на каток, это вы зазываете сейчас какую-то отдельную школу? Или вы, в принципе, говорите, приходите и занимайтесь фигурным катанием? Я говорю, вы знаете, это очень достаточно популярный вид спорта, особенно с советских времен, это был, наверное, спорт номер один, потому что это массовый вид спорта, занимались везде на, скажем так, на ледовых стадионах, катались для себя на озерах, на речках, когда замерзали. Сейчас немножко популярность этого поуменьшилась, потому что люди уже привыкли к комфорту, люди хотят какие-то определенные условия. К сожалению, сегодня таких, скажем так, объектов с суперусловиями и где нет сумасшедшей очереди достаточно мало. Поэтому я надеюсь, что мы все найдем возможность и найти свои пять минут времени и попробовать себя в роли начинающего или уже профессионального фигуриста. Ну, я надеюсь, так и сделают наши болельщики, но все-таки первый, наверное, вопрос. Вот мы бы хотели, чтобы вы подвели итоги чемпионата Европы по фигурному катанию и, ну, наверное, все-таки плачевные результаты для украинских фигуристов. Или вы все-таки, может, не согласны, может, все-таки вы считаете, что в каких-то моментах есть прогресс. Вот, собственно, ваша точка зрения. Смотрите, все зависит от того, что считать отправной точкой. Безусловно, это не медали. Я вам скажу честно, мы на эти медали и не рассчитывали. Мы смотрим объективно на эти факты, на те вещи, как готовы наши спортсмены, на каком они уровне. Мы должны сделать вывод один. Наша команда – это команда юниоров. Иван Павлов – это юниор. Танцевальный дуэт – это юниоры. Возьмем одиночное женское катание. Это Анна Хноченкова, она уже не юниорка, но она впервые выступает на чемпионате такого уровня. Сказать, что я доволен – нет. Сказать, что я категорически недоволен результатами, я так тоже не могу сказать. Возьмем просто вот по отдельности, по каждому из видов. Окей, давайте. Если говорим о мужском одиночном катании, мы можем расценивать период и анализировать прогресс или регресс каждого из спортсменов, представляющих нашу страну. Сегодня в лице Ивана Павлова это прогресс. В лице его конкурента, ближайшего Ярослава Паниота, это аналогично прогресс. У них появилась конкуренция между собой. И если мы возьмем в сравнении просто того же Якова Годорожу, который мог бы выступать по сегодняшний день за Украину, он бы не смог конкурировать с тем же Паниотом и с тем же Павловым. Потому что его уровень фигурного катания на аналогичном чемпионате два года назад или три, он был гораздо ниже. То есть, что мы можем сказать? Что фигурное катание для этих спортсменов и их подготовка, она прогрессирует. То есть, если мы, например, возьмем Паниота, сегодня он владеет двумя четверными прыжками. Давайте вспомним, кто еще владел из сборной команды Украины четверными прыжками и исполнял их на каких-то серьезных чемпионатах. Наверное, мы так очень много будем вспоминать, и это было давно. Безусловно, были. Был тот же Быченко, да? Но к этому мы разговоры вернемся отдельно. Я тоже хотел бы уделить определенное время этой теме. Если мы, скажем, к примеру, поговорим о Анне Хноченковой, безусловно, ее результатом я не доволен. Хочу, чтобы мы для себя понимали две простые вещи. Первое. Анна Хноченкова спортсмен сборной команды Украины. Она была долгое время вторым номером команды, и ее это устраивало, назовем так. Так. Буквально после прошлого чемпионата Украины мы рассматривали варианты, кто и куда поедет. Кто поедет на чемпионат Европы, кто поедет на чемпионат мира. Представьте себе, если вы спортсмен, который для каждого спортсмена есть цель. Вы к какой-то цели всегда стремитесь. Вы хотите стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. И вам, ваше руководство федерации, и вашему тренеру предлагают поехать на чемпионат мира и, скажем так, защитить честь вашей страны. Да, но Анне говорил, что она не совсем готова. Вы настояли. Понимаете, я не настоял. Мы приняли то решение, которое высказал ее тренер, и она лично. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим спортсмена, который на протяжении последних двух лет не показывает явного прогресса. И я считаю, что это не ее конкретная вина. Это общая проблема. Проблема в том, что мы, как федерация, можем рекомендовать. Мы не можем заставить, и у нас нет рычага влияния. Спортсмен занимается в школе фигурного катания того или иного города. Кто на него имеет влияние? Наверное, директор школы, потому что непосредственно спортсмен катается у него в школе. Кто имеет влияние на тренера? Аналогично директор школы. Мы рекомендуем, мы просим, мы предлагаем. Результат мы можем только, скажем, с вами желать. Понятно, что в условиях существующей законодательной системы мы не имеем никакого влияния прямого на кого-либо в целом. Поэтому мы не можем говорить, что мы не хотим. Мы хотим. Я предлагал неоднократно Анне вместе с ее тренером приехать в Киев. Я предлагал, и мы обсуждали этот вопрос на тренерском совете, чтобы ей помогли, скажем, высказали второе мнение. Знаете, как человек заболел, допустим, это может быть не совсем удачный пример, и он ищет способ излечения от какого-то недуга. Он приходит к одному врачу, он ему говорит, к примеру, я вам буду лечить так. Он потом ищет второго, третьего, и он слушает мнение специалистов. Мое субъективное мнение, что сегодняшнее фигурное катание во всем мире работает не за счет того, что один тренер ведет спортсмена всю его жизнь. Работает группа людей, работает тренер по хореографии, работает тренер по танцам, по артистизму, по тому, по тому, по тому направлению. И это работа командная. Тогда мы увидим результат. Анна вместе с тренером, к сожалению, отказались по тем или иным причинам приезжать в Киев. Мы также рассматривали вариант ее, какого-то, скажем так, summer camp, летнего лагеря в Соединенных Штатах. Предлагал помощь и Вячеслав Загороднюк, предлагали помощь и наши коллеги из Нью-Йорка, которые там работают. В чем вопрос? Анна говорит, я не могу поехать туда без своего тренера. А тренер говорит, я не могу туда поехать, потому что у меня 50 маленьких детей. Ну, причина объективная, вы же согласны. Он не может ради Анны оставить своих других спортсменов. И на этом мы влияние опять-таки не имеем. Резюмирую. Я верю в прогресс Анны. Я знаю, что она может. Она элементарная математика. Мы сели и посчитали, если бы, к примеру, на чемпионате Европы сейчас Анна не сорвала свой элемент в короткой программе и прыгнула бы свой лутц. Какая бы она была? Она бы была однозначно в топ-15. Однозначно. Она была бы где-то к десятке. Где-то. Если бы она подтянула немножечко свои компоненты, это артистизм, интерпретация, связующие элементы в программе, она была бы выше десятки. Теперь вопрос. Может ли она это? 100% может. Хорошо, но вы же говорите о том, что Анна на данный момент отказалась от работы с лучшими тренерами или кого вы предлагали. Она отказалась участвовать или отдельный сбор проводить, дабы готовиться точно к чемпионату. На чем вы делаете основание, что Анна готова и что к следующему? К тому же чемпионату мира через два месяца она будет в лучшей форме. Я говорю о том, что потенциально она может. И я потенциально в нее верю. И верит также большая часть наших коллег из федерации. То есть спортсмен владеет каскадом 3-3. О чем это говорит? То есть научиться прыгать, это гораздо сложнее, чем научиться вращаться или научиться делать шаги. То есть знаете, вот шаги и вращение это труд. Это просто надо на это тратить время и системно этим заниматься. А прыжки, это помимо того, что надо тренировать, это еще и дар. Либо тебе дано от природы, либо тебе не дано. Ей дано. И я в нее, вот я честно говоря, вот мы проводили недавно анализ нашей деятельности за последние 3,5 года. И я смотрел, какие мы вопросы из-за дня, из президии в президию, президиума поднимали. Анна Хныченкова, Анна Хныченкова, какие вопросы? Представители Днепропетровского территориального отделения федерации всегда говорили. Она, вот вы увидите, она завтра даст прогресс, завтра будет прогресс. Эти люди многие поменялись. Кто-то уехал в другие страны работать, кто-то закончил свою карьеру. Не в этом суть. Она может. Она сказала вместе со своим тренером, что они приложат максимум усилий для того, чтобы улучшить свои компоненты в программе и показать достойный прокат. У нас нету причин им не верить, скажу честно. Поэтому у нее есть шанс, как никакой. У нее есть понимание того, что за спиной у нее дышат конкуренты. А конкуренты это 3-4 молодые девушки. Это Анастасия Гожева, это Ким Черемский, которая Гожева выиграла в взрослый чемпионат Украины. Да, она не может поехать выступать. Но подумайте, какой это стимул для той же Хныченковой понимать, что есть конкуренция. Да, сегодня они не поедут, но завтра они уже могут поехать. Завтра эти спортсмены могут составить ей конкуренцию. И она не попадет на тот чемпионат Европы, на котором она мечтала. Она не попадет на тот чемпионат мира. Поэтому я верю в то, что помимо ее потенциала, который у нее природой дан, помимо хорошего тренера, который у нее есть, они вместе соберутся и они найдут механизм реализации тех задач, которые перед ними стоят. Хорошо. Каким образом федерация, кроме веры, может еще и помочь? Возможно, не ее сюда с тренером везти, а предоставлять ей какие-то более лучшие условия, там, где ей комфортно. Если вы все только действительно верим, 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 а кроме каких-то... Смотрите. Финансовая помощь я не знаю. Финансовая, я вам расскажу. Вот смотрите. Значит, в этом году так случилось, что Аня, мы купили ей первую пару ботинок, это было еще летом. Она каталась, 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 в итоге они у нее сломались. Да. Мы поменяли ей на вторую пару ботинок, на которые она тоже покаталась, покаталась, и они опять сломались. Но это общая информация. Они не сломались. Это неправильно. Нам завод официально, который производит эти ботинки, он нам ответил, вы неправильно подбираете размер ботинка. То есть, ботинок по размеру неправильно подобран под ногу. Более того, он неправильно шнуруется. То есть, это тоже очень важно. Я с Анной на эту тему тоже беседовал непосредственно со спортсменом, чтобы понять, почему именно так, и почему завод дал такой ответ. Потому что это деньги, вы же понимаете. Результатом этого всего стало, что мы поменяли ей вообще на другую фирму ботинок. Это были уже третьи ботинки. Как вы понимаете, это тоже не бесплатно. Это совершенно другая фирма. Вот она катается сегодня на третьих уже ботинках. Всего прошло ничего там, считайте, меньше полгода. Что является причиной неправильного подбора ботинок? Мы не можем заставить спортсмена ходить, условно говоря, в другой фирмы ботинок или кататься в чем-то другом. Она сама себя выбирает. У нее эксклюзивный спонсор или как это происходит? Потому что это звучит сейчас довольно странно. Потому что делается слепок ноги, делается еще какие-то там параметры, по параметрам и делается ботинок как во всем мире. То есть, ручной работы как таковые ботинки выпускают всего несколько фирм. Не всем они подходят. То есть, я тоже в прошлом фигурист, я тоже подбирал себе в свое время ботинки с коньками и пытался понять, в чем мне лучше. Есть полнота ноги, да? То есть, полнота самого ботинка. Вы понимаете, что вам надо, к примеру, такой размер, такой или такой. Для комфорта спортсмен себе выбрал ботинок шире по колодке, чем он ей нужен. Вследствие из этого происходит ломкость ботинка. Он не рассчитан, что вы купите себе на что-то большее. Вы же понимаете, к примеру, если у вас, допустим, размер ноги 36, вы себе покупаете 37,5, но, может быть, ходить еще как-нибудь будет еще более-менее. Но если вы прыгаете многооборотные прыжки, многие спортсмены вообще одевают ботинки на босую ногу, завязывают их максимально плотно, чтобы максимально чувствовать вообще лед и ботинок на своей ноге. Тут иная немножко ситуация. У нее был ботинок больше и шире. Но это ее выбор. Я не могу ей заставить сказать, нет, ты так не должна такой ботинок покупать. Слава Богу, мы нашли ей подходящую колодку. Она сегодня катается уже в другой фирме ботинок, нежели она каталась раньше. И вроде бы она довольна, и я по этому поводу в том числе рад. Если вы говорите за финансовую часть. Финансовая часть наша выглядит в чем? Мы закрываем спортсмену те вопросы, которые, скажем так, не закрывает Министерство спорта. Потому что, если вы знаете, согласно нынешнему законодательству, национальную сборную команды Украины непосредственно напрямую финансирует Минспорт. Поэтому это основная часть, которую закрывает Минспорт. В этом году у Министерства спорта не было возможности закупать инвентарь. У них не предусмотрено это бюджетом. Поэтому всей команде, всем первым номерам в этом году инвентарь покупали мы, как федерация. Это если говорить по вопросу инвентаря для нее. По поводу условий, то что вы говорите. Может быть кого-то привезти к ней в Днепропетровск. Вот представьте себе, кто-то, допустим, какой-то специалист, который нам интересен, работает в Лос-Анджелесе. Ну вот мы звоним этому специалисту, который и так работает с 10 другими спортсменами, и мы говорим, послушаю, у тебя хорошая перспектива, приезжай в Днепропетровск. Ну, наверное, это сложно, вы сами понимаете. Я патриот нашей страны, но мы не заставим американского специалиста или украинского специалиста, живущего в Америке, приехать в Днепропетровск и тренировать здесь. Либо мы ему должны положить зарплату, которая будет в десятки раз превышать его заработную плату в Америке. Да, хорошо. Аня, давайте уже дай бог ей здоровья. Дай бог, да. И дай бог ей праздник. Я считаю, что мы должны пожелать ей просто собраться и выступить на максимальном том возможном уровне, который у нее есть. И на чемпионате мира показать все, что она умеет. И этого будет достаточно. Поверьте, что мы ей не только гордились, как мы и гордимся сейчас, но и мы увидели наш флаг в первой десятке чемпионата. Окей, будем ждать этого. Дай бог ваши слова. Ваши слова до богу в уши. Но все-таки вот по поводу танцев на льду. Вот у нас тут сзади фото еще. Руслана Гончарова. Да, Руслана Гончарова и Лены Грушиной. Мы-то их еще помним. Вроде как совсем недавно претендовали и на олимпийских играх, на медали, и на чемпионатах Европы и мира. Сейчас даже не квалифицируются ребята в финалы. Ну, почему так? Ну, я с вами не согласен, что мы не квалифицируемся в финалы. Ну, 26 место в том 24 не попадает. Смотрите, во-первых, это вторая пара в Украине. Это не первая. Это первый вопрос. Не надо забывать о том, что в прошлом году у нас была бронзовая медаль чемпионата мира соревнов, и такого не было очень давно. Безусловно, наши ставки были на Назарову-Никитин. Но вы же знаете, что Александра получила травму на тренировке. Она поехала делать твизлы, подвернула ногу. В итоге по результатам мы знаем, что, ну, как мы знаем, диагноз врачи поставили, что у нее мениск. Провели операцию. Операция прошла успешно. Саша уже обратно в тренировочном процессе. Они уже вчера даже пошли дополнительно в тренировочный зал. Спортивный занимались на ТРХ. Мы с ней, скажем так, находимся в тесном контакте с точки зрения ее тренировочного процесса и восстановления. Поэтому говорить о том, что мы не квалифицируемся, нет. Это неправда. То, что сегодня наша пара допустила ошибку, да, допустила. Винить их, что все, вы никто, вам нельзя кататься, это нельзя так. Послушайте, каждый имеет право на ошибку. Они хорошие, перспективные ребята. Они прогрессируют. Да, сегодня не показали результат. Но давайте вспомним и раньше. А Назарова, Никитин сразу показали результат? А Грушина, Гончаров сразу показали результат? Нет. Поэтому мы давайте, вот обратим внимание, вот я вначале разговор говорил. Это юниорские, это вся команда юниорская. Почему она такая? Это вопрос уже другой. Где наше, скажем так, старшее поколение? Это даже вопрос, наверное, не ко мне. Этого старшего поколения практически не осталось, когда я пришел. Поэтому это лучше вопрос задать моим предшественникам и предшественникам предшественников. Объясню, почему так. Потому что кто-то, кто эти самые старшие поколения, сколько им должно быть лет сегодня? Ну, предположим, им должно быть минимум 15-16 лет. И это виртуально будем считать старшим поколением. А в идеальном варианте это 20 и старше. Давайте подумаем, во сколько ребенок приходит на каток? В 5-6 лет. В 5-6, а может и раньше. Что было в 2000 году? Ну, то в 2000 году должен был прийти на каток. Он пришел и куда он потерялся? Или он не пришел? Если он не пришел, то почему? То есть вот это нужно анализировать. Сегодня мы заняты тем, чтобы привлекать максимальное количество людей и сделать все условия для того, чтобы эти люди никуда не пропали. Мы должны дать мотивацию нашим молодым спортсменам. А мотивация бывает в разном. Но это мы не будем перепрыгивать с тем на тему. Я все-таки отвечу по поводу танцевальных дуэтов. Не надо делать поспешных выводов. Назарова, Никитин тоже допускали ошибки. Дмитрий Дунь, Шиван Хикин, Кеннеди тоже допускали ошибки. И на таком уровне, поверьте, где еще Назарова, Никитин и Гайстру Калейник в принципе не были. Поэтому это ошибка, которая должна для них послужить каким-то уроком и мотивацией двигаться дальше. Когда они выступали на уровне гран-при, на уровне интернешнл соревнований, это одна история. Когда они выходят на чемпионат Европы и сидит большой стадион, сидит много судей, катаются ведущие танцевальные пары мира, это другое чувство внутри. Поэтому не надо про это забывать. Я уверен, что для них этот старт был очень важен. И он даст им мотив для прогресса в том числе. И прогресс в первую очередь зависит не от тренера, не от директора школы, не от президента федерации. Зависит от своего внутреннего ощущения, к чему ты стремишься. Вы поймите правильно. Тренер не может как, скажем, Цербер заставлять с утра до ночи стоять на льду и работать. Или, например, ходить в зал, или, например, ходить плавать или бегать. Но если ты для себя видишь мотивацию, безусловно, ты будешь этим заниматься. У нас же есть много вопросов по поводу состояния здоровья. Саша Назарова, вы говорите, она уже начала немножечко тренироваться. А, собственно, есть вот эти сроки восстановления, когда она уже выйдет на лед, когда она сможет, в принципе, приступать работать и вернется. Ну, она же пока не может ни прыгать, ни, собственно. Ну, смотрите, надо, во-первых, они не прыгают. Это самое важное. Это самое важное, потому что это более травматично, скажем так, и для коленей в том числе. Она катается, она занимается практически уже в полную силу. Я знаю, что они готовятся. Они готовятся, как бы там ни было, первый номер они, или они запасны на чемпионат мира, но они готовятся. Гастру коленек тоже готовятся. По решению нашего президиума и тренерского совета мы поставили задачи для наших танцевальных пар на чемпионат Европы. Не хуже результат, то есть не то, что не хуже, лучше результат, чем был в прошлом сезоне. В прошлом сезоне, мы помним, Назарова и Никитин были 11-й. Мы чуть-чуть не дотянули до 10-го места. Совсем чуть-чуть. Значит, гастру коленек должны были быть не меньше, не ниже, чем 11-е место. Они не выполнили эту задачу. Поэтому мы сегодня имеем право полное пересмотреть состав команды на чемпионат мира. Если мы будем иметь стопроцентную уверенность, что Саша чувствует себя хорошо, они в форме, мы посмотрим, как они проходят свои программы, как они их катают, и мы будем понимать, что это для нас лучше может быть результат на чемпионате мира, нежели сегодня гастру коленек, безусловно, поедут они. Хорошо, медики что говорят? Она сможет, но просто вы говорите, мы ставим задачи, но она же не может форсировать свою постановку. Я не сказал, что мы ставим задачи. Смотрите, я вам скажу честно, она восстановилась практически до конца. Здоровье это такая вещь, которую никто не может спрогнозировать, даже в том числе медики. Они говорят, что да, процесс реабилитации прошел нормально, да, она занимается полноценной подготовкой. Они сейчас находились в Харькове, они сейчас опять возвращаются на свое место тренировочного процесса и будут, скажем так, заниматься полноценной подготовкой к основному для себя чемпионату. То есть, чтобы было понятно, сегодня они не номер один, которые стоят на поездку на чемпионат мира. Но и нельзя сказать, что они номер два. То есть, вот они вместе с гастру коленек находятся на равных, скажем так, ступеньках, которые должны, мы должны будем принять совместно с ними, со всеми решения, кто насколько готов и кто покажет лучший результат для нашей страны. А вот у нас есть вопрос, где делался сильный танцевальный дуэт, который в 2012-м подал в финалы юниорских гран-при Насуля Холонюк? Могу ответить честно. Насуля закончила кататься, это было еще до моего прихода в федерацию. Она решила, скажем, посвятить себя учебе. Насколько мне известно, она учится сейчас в Институте международных отношений или в Институте журналистики. Не буду обманывать, но на Мельникова она учится. Я, скажем так, мы с ней периодически, ну не лично я, а как бы мои коллеги с ней поддерживают взаимоотношения. И по окончанию Института мы хотим ее привлечь к, предложить, скажем, не привлечь, а предложить ей поучаствовать в жизни фигурного катания либо в роли судьи, либо в роли консультантов в танцах на льду. Ну, в каком-то варианте, как бы мы хотели бы с ней сотрудничать. Как, если возьмем отдельно, как поживает Холанюк, Холанюк, в связи с тем, что его партнерша закончила кататься, ему не с кем было фактически кататься на тот момент. Он себя пробовал с девочкой из Германии. К сожалению, скажем, это не сложилось для него в лучшем виде, он не стал выступать с ней. Он вернулся обратно в Украину и работает сегодня тренером. Вообще, вы довольны тем, что все-таки украинские тренеры, то есть украинские ребята, которые катались, они все-таки остаются в Украине и работают с тренером? Безусловно. Это тоже ваша заслуга? Я не понимаю, я не хочу вешать себе медали за какие-то вещи или не вешать их в принципе. Это его личное решение. Он выбрал себе такую судьбу, и он хочет себя подстить фигурному катанию. Он хороший специалист, вы знаете, он одаренный парень, он всю жизнь, я его знаю очень давно, он всю жизнь провел на катке. Почему нет? И я уверен, что он в перспективе будет одним из хороших специалистов в танцах. Я однозначно в это верю. А вот у нас сразу же такой вопрос в лоб, как говорят. Когда можно ждать появления новых боюл, Грушных и Гончаровых, Петренок и Ижи, чтобы ребята не приносили славу Германии, Израилю или России? То есть у вас есть какие-то, вот вы говорите, вот сейчас уже растет, наконец-то появляется поколение, которое может в принципе претендовать на топ-10. А когда мы дождемся? Я не сказал на топ-10, я сказал, что мы сейчас могли бы уже быть в топ-10. Нет, но вот сейчас ребята, которым по 14-15, которые уже смогут в принципе в ближайшие несколько лет выступать на взрослых чемпионатах. Да, вот эти ребята, мы можем от них ждать, вот от них ждать топ-10, а может быть на каких-то стартах, да и выстрелят на столько, что медали. Или это все-таки тоже пока... Вы знаете, я не могу давать гарантии, да, но я могу сказать о перспективе того, как оно может быть. У нас очень перспективная спортивная пара из Днепропетровска, Ганиссан Борды. Они попали в финал Гран-при. Не допустив определенной ошибки, они бы были в топ-3 на финале Гран-при юниорском. Как будет развиваться их спортивная карьера, известно одному богу. То есть мы можем стараться, они могут стараться, можем стараться все вместе, но как эта ситуация будет развиваться, никто не знает. Но у них очень хорошая перспектива. Я думаю, что говорить о том, что они вот одни из вот этих именитых спортсменов, которые как бы представляли нашу страну, я думаю, что у них есть. Если говорить о мужском одиночном катании, у нас очень хорошая перспектива. У нас есть Панет, у нас есть Павлов, у нас есть маленький Шмуратка, который сейчас едет, между прочим, в Лилихаммер на юношеские олимпийские игры. Это вот в мужском одиночном катании. И очень много растет других маленьких, молодых, скажем так, спортсменов, которые будут показывать результаты. В женском одиночном катании, смотрите, Гожева, Ким Черемский, Архипова, это все девочки, которые сегодня владеют каскадами 3-3. То есть давно такого не было. Мы не можем сравнивать, например, их с Баюл, ну я имею в виду, потому что фигурное катание того времени и сегодняшнего дня в техническом уровне отличается. Сегодня гораздо сложнее, гораздо выше требования. Сегодня фигурное катание, это не 5-0-6-0, это сложные математические формулы и подсчеты, которые понимают лишь те люди, которые находятся внутри, либо фанаты, которые, скажем, посвящают этому много времени. Если мы говорим в танцевальных дуэтах, конечно, есть перспектива. Назарова Никитин, бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров. Как вы думаете, есть у них перспектива? Есть. Вопрос. Много факторов. Здоровье, ситуация в стране, как будет развиваться событие в принципе. Мы же с вами не могли прогнозировать ничего, в том числе и проблемы на востоке нашей страны. Это непрогнозируемые вещи и они от нас напрямую с вами не зависят. Поэтому я вам скажу честно, я думаю, у нас будет и Баюл, и Петренко в другом амплуа с другими фамилиями на тех же местах. И не надо списывать со счетов, к примеру, ту же Елизавету Усманцеву. Перспективная парница, которая долгое время тренировалась в Америке, вплоть до сегодняшнего дня. У нее тоже есть перспектива? И я считаю, что она может быть, как вы говорите, той же, к примеру, Волосожар или той же Савченко. Я по этому поводу когда-то уже высказывал свое мнение, что я верю в ее перспективу. — Так все-таки, что же все произошло с парой Усманцевой, когда вы говорили перед чемпионатом, что она еще не готова, что ребята еще не скатались, что у них там было и по здоровью. Тем не менее, ребята выступили на чемпионате в США, не очень успешно, 12-й из 13-х. Но, тем не менее, выступили и ходят, начали сразу появляться эти слухи, что, возможно, Лиза станет одной из тех, кто уедет выступать за США и будет все прекрасно чувствовать. — Это неправда по поводу того, что она уедет выступать за Соединенные Штаты Америки. Я вам скажу честно, откровенно, я абсолютно не стесняюсь этого. Про то, что она собирается участвовать на чемпионате Америки, я не знал. И никто из Украины этого тоже не знал. Решение было принято на уровне родителей партнера с целью того, чтобы партнер выступил хоть раз на каком-то чемпионате. Опять же таки, это не говорит о том, что если они выступают на чемпионате Америки, что они выступают за Америку. Это ошибочное мнение. В Америке для того, чтобы вы могли кататься по льготным каким-то условиям на каком-либо катке, вы должны быть приписаны какому-то клубу, ну как школа, знаете. Вы можете кататься в школе Одесской и выступать за город Киев, но это такое дело. Та же ситуация и здесь. Елизавета, мы с ней общались, общались с ее партнером Матеем. Были определенные сложности. Я не скрываю это. И можно как бы поговорить с Елизаветой и с ее партнером, и они расскажут на самом деле правду. Это интересно послушать. Это не такая уж и простая история, как люди думают. В чем непросто. Партнер сейчас получил травму, причем серьезную травму плеча, и они ищут возможности, как эту травму, скажем, вылечить. Многие специалистов из врачей говорят, нужно оперироваться. Безусловно, как мы говорили, как мы до этого с вами говорили, любой родитель, любой человек пытается, особенно там, если родители переживают за своего ребенка, пытаются найти вариант той операции, знаете, самой лучшей операции, той, которую они сделали. Вот сегодня Матей вместе со своим отцом в Америке ищут варианты того, как можно вылечиться, не прооперировавшись. Что касается Лизы, и что касается их вместе как пары, возможно, они будут кататься. Все зависит от здоровья ее партнера. Возможно. Они посвятили практически целый год тому, чтобы подготовиться выступить на этом чемпионате Украины. До этого не случилось. Я очень сожалею тому, что они не приехали. Потому что это были предметы наших договоренностей с Лизой, с Матеем, с родителями Матея, с родителями Лизы. Но вопрос в том, что, вы знаете, проблема в нашем, скажем так, мире, в том, что люди пытаются растрактовать то, чего они, а, не знают, и, б, того, что они не понимают. Вот говорить о том, что Лиза будет выступать за Америку. Это официальные заявления Лизы? Нет. Это официальные заявления Матея? Тоже нет. Кто это заявляет? Это заявила официальная Украинская Федерация? Нет. А зачем мы смотрим в сторону слухов? Вот мы можем идти с вами по улице, и написано будет на заборе какой-то известный политик и какое-то красивое слово. Это говорит о том, что он объективно является таким человеком. Мы делаем выводы, на самом деле, из того, что мы сейчас смотрим, опять-таки, чемпионат Европы и видим, что среди парниц у нас Таня Волсажар, Лена Савченко, Алена, которые тоже якобы изначально просто ехали тренироваться. Неправда. Ну, Таня, да, она, тем более, выступали за Украину, потом уехали. Ну, то есть, это один из тех же моментов. Нельзя это сравнивать, вы понимаете, вы сравниваете и не сравниваете. Они изначально получили открепление, еще в 2010 году. У меня там не было в этой Федерации. Но мы не давали открепление на Усманцеву. И у нас, вы можете обратиться даже, ну, как, вы же, медийная служба, да, вы имеете право обратиться и спросить, к примеру, комментарий у Матея Селеки или у Елизаветы Усманцевой. И спросить, а как это было? Пусть они расскажут. То есть, я не хочу выглядеть, знаете, тем человеком, который говорю то, что не происходит. На самом деле, это было вне наших договоренностей участия на чемпионате Америки. Это принятое решение со стороны родителей, партнеров. Я не могу на это влиять. Хорошо, будут какие-то, не знаю, будут ли какие-то санкции по этому поводу? Потому что у вас были, или у вас были настолько вот все устные на честном слове, что, ну, теперь вы не можете требовать, чтобы ребята, даже если выздоровеют партнеры, все нормально. А наши договоренности не нарушились от этого? То есть, нарушилось что? Они мне не сказали, что они хотят попробовать себя на чемпионате Америки. Я общался непосредственно с президентом Американской Федерации. Говорю, расскажи мне, пожалуйста, как вы их допустили туда? Потому что для меня это был очень важный вопрос. Он говорит, у нас на чемпионате Америки могут заявиться, ну, практически все, кто тренируется в тех или иных клубах. Это как старт для них. Они могут провести, как он так сказал в английском, ну, вот как тест для себя, как они себя чувствуют. Безусловно, им лететь в Украину, чтобы провести тестирование, ну, представьте себе, это два билета на самолет туда, два билета назад, плюс повезти тренера, который с ними там работает. Это достаточно накладно. Мы их напрямую сейчас сфинансировать, ни мы, ни министерство не можем. Они не члены национальной сборной. Ну, понимаете. А как бы поднимать вопрос о том, что мы сегодня возьмем львиную долю бюджета, отдадим, к примеру, Усмансовы с Матеем Селеки для того, чтобы они прийти в Америку, но не купим, к примеру, Конькири, Натя, Ганисан или Марку Борде. Ну, это разные вещи. Тут выступающая спортивная пара, которая показывает результат. А тут в перспективе хорошая тоже спортивная пара, но в перспективе, не сейчас. А нам нужно, как мы говорим, мы хотим сегодня и сейчас. Мы не хотим ждать завтра медали. Мы не ждем Олимпиаду 2018 года. Мы хотели получить в Сочи золотые медали. Так или иначе. Проводить параллели с Волосожар, Савченко невозможно. Почему? Во-первых, ситуация совершенно иная. Ситуация в том, что они изначально уехали кататься, изначально кто в Германию, кто в Россию, уже получив открепление от федерации. Это изначально другая ситуация. Мы не давали открепление ни на Усмансову для Американской Федерации, ни Американской Федерации нас не опросила этого открепления. Поэтому это все по-другому. То есть пусть то, что вы видите, не будет, скажем так, придуманным другими лицами. Что я имею в виду? Вы можете официально обратиться в Федерацию, мы ему официально дадим ответ. И это будет честный ответ. Другой вопрос. Если кто-то пытается из этого сделать себе какую-то медальку, дополнительную поискать, а вы видите, Украинская Федерация продала Усмансову, так это неправда. Вы сейчас, когда смотрите на победы, ты же Волсажар, Алены Савченко, Леши Быченко, что чувствуете? Прежде всего я рад за них. Прежде всего. Я вам скажу честно, это не секрет, я с ними катался в свое время на одном катке. Они посвятили себя спорту, я пошел учиться в институт. Каждый выбрал свой путь. Они выбрали тоже хороший путь, и я рад за них. Я искренне пожелал, порадовался за Лешу Быченко на чемпионате, который был. Я искренне рад за Таню Волосожар, искренне рад за Алену Савченко. Это их успех. Прежде всего. Да, безусловно, вложила много в них и Украина. Но Украина забыла почему-то про них в какой-то момент. Украина посчитала, что они не нужны. Что есть другие, которые более интересны. Но это принято решение теми людьми, которые должны сами это комментировать. Я не могу прокомментировать почему-то, коли зачем. Безусловно, мне обидно, что не наш гимн играет на чемпионате. Безусловно, мне обидно, что нет нашего флага над пьедесталом. Да, это обидно. Но я ничего не могу с этим сделать. Вы понимаете, если есть проблема, которую мы можем решить, значит мы должны искать ей решение. А если есть проблема, которая не решаемая, ну извините, тогда мы должны с этим смириться и двигаться дальше и искать новую Таню Волосожар, новую Алену Савченко, новую Лешу Быченко. Ну вот ребята же, Таню, я про Татьяну Волосожар, сейчас которая со Стасом Морозовым, они не скрывали в какой-то момент, что они уехали в Россию, там уже потом поменяли партнера для Тани. Из-за финансовых вопросов, что у них здесь не было ни спонсоров, ни возможности каких-то кататься, ни экипировки, ничего, в принципе, страна им не дала. Сейчас что-то изменилось, вот или опять-таки талантливые ребята будут смотреть в сторону разных стран, дабы как-то вырваться? Смотрите, вопрос в чем, что дала, что не дала, это субъективный момент. Мы говорим о том, что у нас, во-первых, два разных государства, неважно, допустим, не будем сравнивать нас сегодня с Россией, это однозначно не самая лучшая тема, приведем вопрос с Германией. Давайте с Германией. Это более такая лояльная тема. Что такое Германия и что Германия дает для своих спортсменов? Безусловно, существование бесплатного спорта как такового не существует нигде в развитых странах, только у нас. Мы самая богатая страна в мире, мы можем себе позволить бесплатный спорт. Если мы говорим за спонсоров, безусловно, наверное, и я знаю, каким образом работает немецкая федерация или наднемецкий олимпийский комитет для поиска спонсоров. Кого вы будете спонсировать? Вы будете спонсировать какие-то позиции в спорте. Если чемпион, если призер, вы будете спонсировать 25 место чемпионата мира? В чем ваш экономический? Вы как спонсор. Для чего вам вкладывать деньги в 25 место? Наверное, нет. Существуют другие параллели. Допустим, у нас бы было 25 место чемпионата мира, но у нас бы была диктатура в стране. Ну, что в принципе тоже не сильно хорошо. И по принципу диктатуры верховный главнокомандующий бы отдавал какие-то задачи каким-то крупным компаниям говорил, вы должны спонсировать, условно говоря, хоккей. Или вы должны спонсировать, я не знаю, керлинг. Окей, это тоже работает. Но мы не в диктатуре, слава богу. И у нас, к сожалению, сегодня уровень экономики иной. Сегодня крупные компании не заинтересованы заниматься меценатством. Что они получат взамен? Какие условия сегодня государство дает для потенциального инвестора, или партнера, или спонсора? Никаких. Никаких, да. То есть вы должны просто подарить свои деньги. А скажите, в условиях того, что вы не знаете, что будет завтра, вы хотите дарить свои деньги кому-то? Естественно, нет. Но перспектива же должна быть какая-то. Я не знаю, конечно, это... Перспективы я вам расскажу. Смотрите, уже, наверное, месяца 4 совместно с Игорем Александровичем Ждановым, с его командой, с другими некоторыми федерациями. Мы ведем работу по проекту закона про меценатство в спорте, который предусматривает изменения и в налоговом кодексе, и в некоторых других законодательных актах, что позволит заинтересовать инвестора делать прямую инвестицию в спорт. Он получит какие-то льготы налоговые, он получит какие-то бонусы в чем-то. В этом есть смысл. Тогда есть потенциал того, что эта экономика выйдет из тени. Потому что вам проще, условно говоря, если вы какой-то бизнесмен, не заниматься теневыми схемами, где вы все равно будете тратить какие-то деньги для того, чтобы получить обратно свой капитал. А вы потратите их на спорт. Потратьте на спорт, скажем так, снивелируйте какой-то процент по своей прибыли, не будете их платить напрямую в бюджет, а поможете спорту. Поможете, может, детскому дому, может, поможете какой-то школе детско-юношеской. Это интереснее. Так работает во многих странах мира. Но сегодня у нас нет условий, при которых инвестор захочет что-то инвестировать. Окей, давайте все-таки поговорим по поводу медали серебра Алеши Бученко. И, собственно, как вы относитесь к тому, что вы уже сказали, да, что вы очень порадовались за Алексея, но тем не менее, как вообще случилась вот эта потеря, когда Алексей не попадал даже в сборную команды Украины? И вообще, возможно ли сейчас на данном этапе такое, когда человек не попадает, уезжает, переживает карантин и в результате добывает медаль для чужой страны? Смотрите, он сегодня гражданин Израиля. Да. Сегодня Израильская Федерация в лице Бориса Чайта, президента Федерации, вложила многое в этого спортсмена. Как говорит Леша, они побороли мою лень. Это важно. У нас с Советского Союза принято, что людей много, мы не будем никого заставлять, мы найдем того, кому это надо. Я не согласен с этим, потому что спортсмен, приходящий на каток, он должен получить две вещи. Мотивацию, интерес, занятие этим видом спорта. И тренер должен в некотором случае, может быть, даже его заставить и подтолкнуть чему-то. Тренер, сидящий во время, скажем так, тренировочного процесса в мобильном телефоне, играя в какую-то очередную игру, явно не сможет помочь спортсмену достичь какого-то результата. Это может быть спортсмен потенциально. Вы наблюдаете таких тренеров? Да, я наблюдаю таких тренеров, однозначно наблюдаю. Но, понимаете, опять же таки, это не в поле возможных действий Федерации. Мы можем позвонить директору школы, как нашему, скажем так, единомышленнику в развитии фигурного кота. Не сказать, обрати внимание, вот этот молодой человек или вот эта молодая девушка не занимается должным образом. Но, с другой стороны, обратите, вот смотрите, вы директор, звонит вам некий президент Федерации фигурного катания. У вас с ним, ну, просто товарищеские отношения. И когда я лезу в вашу работу, это, наверное, для вас не сильно приятно, да, вспоминайте. И почему вы должны слушать критику от меня? Если школа подчинена, к примеру, не важно, в Днепропетровске, подчинена городскому управлению спорта. Городское управление спорта подчинено мэру. Значит, чтобы не прыгать через голову, надо позвонить мэру, наверное, правильно было бы? Ну, потому что это его вертикаль. А скажите, а сегодня в нынешней ситуации в стране мэр может посвящать там много своего времени, к примеру, сначала фигурному катанию, потом футболу, потом керлину, шорт-треку, там и тому, тому, тому. Безусловно хотелось бы, чтобы так и было. Но сегодня слишком сложная ситуация в стране. Ее нельзя даже сравнивать с ситуацией, когда я пришел в Федерацию в 2012 году. Вообще все по-другому. Другие возможности, другие финансовые возможности у даже областей и городов. Школы не финансируются в таком объеме, как они раньше финансировались. Госбюджет в таком объеме не может финансировать направление спорта, как фигурное катание. Вот представьте себе, 3,2 миллиона гривен в год выделено было в прошлом году на программу фигурное катание. 3,2 миллиона. В переводе по сегодняшнему дню, сколько это денег в валюте? Ну, пускай это будет 120-130 тысяч. Это много? В год. Это мизер вообще. На всю страну. На всю страну. Что мы можем, что не мы можем, что может министерство, как распорядитель этих денег, сделать за 3,2 миллиона? А в нынешнем году какой бюджет национальный сборный, на сборников выделен? 3,2 и возможно плюс 700. И возможно он еще раз пересмотрится, мы как раз с этим вопросом в том числе работаем, чтобы увеличить финансирование, мы ищем возможности получить дополнительные деньги именно под фигурное катание. Потому что 3,2 миллиона, ну, послушайте, 130 тысяч долларов, мы даже сегодня в Украине не сможем провести ни одни хорошие международные соревнования. Мы даже не покроем, это нереально. А эти деньги, ну, чтобы было понятно, что это за деньги. Многие заблуждаются, что эти деньги получает Федерация, и мы вот сидим и распределяем, куда мы хотим их потратить. Это тоже неправда. Что это за деньги? Это деньги, получаемые из государственного бюджета, министерством спорта. Министерство спорта их отдает своему профильному ДП, Укрспортообеспечение, и Укрспортообеспечение финансирует по статьям, утвержденным министерством. Что это за статьи? Это проведение сборов, это транспортные расходы, когда спортсмен летит на какие-то соревнования, и в каком-то варианте это проживание его тренера, так как спортсмена в многих стартах принимают, это проживание его тренера в том или ином отеле, где он живет. Все. Да, это минимально. Национальная сборная, в принципе... Прошу прощения, я вас обманул, не совсем все. И проведение трех соревнований национальных в году. Это чемпионат Украины взрослый, чемпионат мира юниорский и чемпионат Украины среди юношества. Вот три чемпионата, которые финансируются частично, не полностью, то есть не все затраты не покрывают. Это то, что сегодня может позволить себе государство. Но опять же таки хочу определить внимание. Я не хочу обвинить государство в этом. Это менталитет наш. У нас все говорят о бесплатном спорте. Но в Америке нет бесплатного спорта, ведущего экономика мира. Как мы можем, Украина, имея очень много других проблем, иметь бесплатный спорт? Видимо, нет. Но все-таки вот вас спрашивают по поводу предстоящего чемпионата мира. Ну, во-первых, будут ли какой-то минимальный хотя бы сбор перед чемпионатом мира уже непосредственно в Бостоне? И чтобы ребята как-то акклиматизировались, чтобы там попробовали все-таки себя. И будет ли меняться состав команды на чемпионат мира? По поводу, начну с простого. По поводу акклиматизации. Решение по акклиматизации принимают тренеры, спортсмен и, скажем так, наша медицинская комиссия. Они понимают, как им лучше. Ну, скажу честно, на первом месте стоит тренер и спортсмен. Однозначно. Они сами принимают решение, как им лучше. Потом уже мы, это мы уже там последняя организация, которая говорит, окей, мы можем это себе позволить, окей, мы не можем. Если мы не можем, мы ищем, как это сделать, мы все равно находим возможности, как это решить. По поводу сбора, что вы имеете в виду? Соберутся ли они в одной точке? Ну да, дабы они какая-то там, я не знаю, это, наверное, работа с психологом как-то. Даже если они собираются в одной точке, на катке, дабы они просто попробовали лед, еще раз как-то поработали, прокатали эту всю программу на месте. В Бостоне вы имеете? В Бостоне, да. Безусловно, они приезжают заранее на чемпионат. Безусловно, у них есть тренировки, которые они тренируются перед этими выступлениями. Они пробуют лед и не один раз. Они там катаются, прокатывают свои программы, и только потом уже идут соревнования. То есть мы не говорим о том, что они приехали и сразу вышли с аэропорта, надели коньки, пошли на каток и выступили. Нет, это не так. Они безусловно приезжают. Возможно, это за три дня до соревнований, за два, за четыре. Все зависит от того, как построен график соревновательный. Например, если я не ошибаюсь, день приезда в Бостон, это 24 или 26 марта. А соревнования длятся до третьего. То есть у кого, когда какие старты, в зависимости от этого есть график тренировок. Его можно тоже с ним ознакомиться, это не секрет ни для кого. И конкретно по группам, по жеребьевочным, как они будут выступать, так они будут тренироваться. Хорошо, на мир кто поедет? Это же ребята, которые, кроме, вы говорите, танцевальный дуэт, еще у нас есть корректировки, возможно. По поводу женской и мужской одиночной катания. По поводу ребят и женщин корректировки не будет. Это 99,9%. Я надеюсь, что никаких форс-мажорных обстоятельств не возникнет. У всех будет все хорошо, здоровьем, и они поедут. Сегодня Ваня Павлов готовится на взрослый чемпионат мира, Хныченкова готовится на взрослый чемпионат мира. На чемпионат мира среди униоров уже готовится паниот. То есть они на разные чемпионаты готовятся, поэтому это нелогично было бы даже, в принципе, разница в чемпионатах неделя. Но вы понимаете, и требования к короткой программе, к примеру, мужчин, они разные. В короткой программе мужчин на чемпионате мира взрослым можно прыгать четверные прыжки, а на чемпионате мира юниорском нельзя прыгать четверные прыжки. Поэтому, к примеру, паниот, имея в арсенале четверной прыжок, он готовит его не в короткую программу, а в произвольную. То есть он будет катать исключительно сторонными прыжками. Кстати, по поводу паниота. Спрашивают, правда ли, что это по вашему настоянию. Он поменял тренера Загороднюка, у которого тренировался 5 лет на Николая Морозова. Может, совсем патриотично спрашивают, и что вы этим добиваетесь? Я вам скажу так. Я не являлся сторонником ухода от Вячеслава Васильевича Загороднюка. Что я просил? Я просил усилить работу. Я просил приехать в максимальной форме на чемпионат Украины. Я приезжал к нему в Лос-Анджелес, смотрел, как он там тренируется. Я смотрел, какие условия. Я смотрел, как он проводит тренировку. Я пробыл с ним 2 или 3 тренировки в Лос-Анджелесе. Посмотрел, поснимал его на видео. В том числе поучаствовал в его каком-то процессе. Мы обсудили с Вячеславом Васильевичем, как мы будем стратегически двигаться. Что мы хотим получить. Приезжает спортсмен на чемпионат Украины. И по сути выступает, скажем так, не очень. Хорошо это или плохо? Наверное, плохо. Я собираю Вячеслава Васильевича, спортсмена. Мы садимся и общаемся. Почему так получилось? И Вячеслав Васильевич мне говорит. Вы знаете, мы начали тренироваться за 2 недели до старта. Я говорю, как такое может быть? Говорит, наш спортсмен не хотел тренироваться. Вы же понимаете, мы сидим вдвоем, втроем точнее общаемся. Безусловно, для меня это удивление. Потому что я общался с ними каждую неделю. Я спрашивал, как проходит процесс, что вы прыгаете, пришлите мне видео. У меня на телефоне очень много видео, как Ярик тренирует четверной Риттбергер. У него много видео, как Ярик покатает новую программу. Мы обсуждали, какую музыку, как они будут ставить. Открою вам секрет. Еще летом, точнее перед летом, в мае месяце прошлого года, мною с Загороднюком была разработана такая программа подготовки, что Паниот поедет вместе с Загороднюком в Нью-Джерси к Коле Морозову. И они вместе поставят ему программу. Потому что Коля известен как хороший постановщик. Он известен как хороший тренер. И этому есть фактические доказательства. Поэтому для меня, как для менеджера федерации, важно что? Чтобы лучший специалист поставил нашему лучшему на тот день спортсмену лучшую программу. Ну, других вариантов нет. Сегодня это Павлов, значит сегодня мы будем это делать с Павловым. Я предложил Вячеславу Васильевичу усилить работу Ярослава другими специалистами. Я предлагал поехать не только к Николаю Морозову, я предлагал поехать к нашему украинцу. Например, если вы говорите, что это не патриотично, да. Я предлагал поехать к нашему украинцу, который работает в другом штате. Я сейчас вспомню как штат называется, точнее не штат, а город называется. Они отказались. Я предлагал поехать к Коле Морозову, они тоже отказались. Я провел с ними, обсуждая их тренировочный процесс, наверное часа три, я вам честно скажу. Я узнал вплоть до малейших подробностей, сколько тренируется паниот в Америке на катке. Он тренировался два сэшена по 45 минут в день. Как-то так. Ну вот я вам просто пример привожу, то есть это окей или это не окей? То есть смотрите, на том месте этого, вот у нас в Киеве спортсмены. Понятно, что нам тяжело контролировать тем, кто находится за 13 часов в разнице времени, да, это сложно. Но смотрите, реальный результат. Ваня Павлов молодец, он работал, я видел, приходил на тренировки, он работал по три часа в день, по два с половиной, иногда даже по четыре часа в день. После того он шел в зал, занимался в зале и он работает над собой, у него есть цель и задача. И снимая перед ним шляпу, он молодец, честно. Паниот на том, что из этого тренировался по 45 минут в день. Спортсмен, прыгающий четверные прыжки, которому нужно работать над раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и список длинный. У меня тут, честно говоря, сейчас возникает, вспоминает Яков Кударуж, который говорил, что он всю жизнь мечтал играть в теннис, а его фигурное катание привели. И может с Паниотом то же самое? Человек не хочет заниматься фигурным катанием, а от него все требуют. Нет, вы знаете, он очень хочет. Он реально фанат фигурного катания. Мне его мама рассказала историю, как его не взяли в школу фигурного катания в Одессе еще очень-очень-очень давно. Потом, как они поехали в Днепропетровск, потом, как они поехали в Киев, потом, как они уехали с Киев и поехали в Москву, потом опять вернулись в Киев. Это его вся мама говорит, что я всю жизнь езжу за Яриком и хочу, чтобы он стал фигуристом, а он хочет этого еще больше. И он хочет стать чемпионом. То есть говорить, что он не хочет, это неправда. Говорить, что тренировочный процесс был поставлен не совсем правильно, это так. Это действительно так оно и есть. И вот это никто не будет скрывать. Ярослав поехал, я предлагал, чтобы Ярослав поехал и с Вячеславом Васильевичем в Коле, чтобы подтянуть компоненты по программе, потому что компонентами действительно проблема. Вячеслав Васильевич не смог поехать, потому что он готовил, у него там есть спортсмен в Америке, которого он тренирует, он его готовил на чемпионат Америки. И Ярослав полетел сам. Внутреннее решение, как они решили, кто у кого будет кататься, честно вам скажу, это не моя парафия, я в это не лез. Я наоборот хотел, чтобы это был большой командой. Вот понимаете, что я говорил? Команда, которая будет работать на результат. И мне звонит на второй день пребывания в Нью-Йорке, звонит, понед, и говорит, Евгений Александрович, вы знаете, по-моему, мой первый раз в жизни начал тренироваться. Потому что мама до этого его говорила, что он очень много времени проводит за компьютером, в телефоне, еще что-то. А в результате он говорит, знаете, я даже за компьютер не могу сесть, у меня нету сил. То есть, знаете, ну, представьте себе, как для меня, с одной стороны, это приятно, что он наконец-то начал работать. И как для него это большой вопрос, а что же он делал раньше? То есть, почему у него, например, комбинированное вращение в программе поставлено не на четвертый левел максимальный, а на третий или на второй? Почему дорожка на второй, а не на четвертый? Эта же задача в том, что это как раз отрабатывается с тренером, и тренер ставит стратегию. Ни в коем случае не хочу обвинить Вячеслава Васильевича. Нет, ни в коем случае. Вячеслав Васильевич со своей стороны подключил хореографа, который сам американец, живет и работает в Лос-Анджелесе, но он не дал нам того результата. Хореограф, он как бы неплохой, наверное, может быть даже очень хороший, но он не фигурист. И технические требования некоторые, они, наверное, не учли. То есть, это только догадки с моей стороны. Я, конечно, с ними общался на эту тему. Их мнение, что не работает Ярослав. А Ярослав во мнении говорит, что мне что поставили, то я и сделал. А как на все эти перемены, собственно, Тулу, он наш спортсмен, Вячеслав Сгороднюк, отреагировал? Как-то потом общались? Может, обиды есть какие-то? Нет, я не думаю, что у нас есть какие-то над друг другу обиды. Более того, Вячеслав Васильевич, вот на самом деле, он многие элементы технические, у него он очень правильно их ставит. Он интересно работает со спортсменом. Это своеобразно, но очень интересно. То есть, от этого можно совместной работой получить результат. Я не понимаю на сегодняшний день до конца, я не видел, у нас не было личной встречи с Вячеславом Васильевичем, но я надеюсь, что я его увижу на чемпионате мира в Бостоне, и мы с ним отдельно еще поговорим. Для меня важно было не то, что спортсмен уйдет, к примеру, от Вячеслава Васильевича, к примеру, я не знаю, к Коле Морозову, или, например, от Коли Морозову, там, Гали чает, или от Гали чает еще кому-то. Нет. Для меня важно, чтобы работал коллектив, и каждый в этом коллективе знал, чем он должен заниматься. Кто занимается прыжками, кто занимается шагами, кто вращениями, кто программу ставит. Тогда мы сможем, понимаете, специалистов широкого профиля, это только Советский Союз мог воспитать, ну, на самом деле. Мы сегодня понимаем, что специалисты есть в разных отраслях и лучше, чем они есть в общей массе. То есть, я, например, подключал в Киеве к работе и предлагал всем подключить известного хореографа Сашу Лещенко, который в свое время выиграл Майдан, вместе с Раду Паклетару ставил Олимпиаду в Сочи. Но, может быть, это никому не интересно. То есть, это просто было предложение? Нет, он приходил. То есть, вы обсудили, или он же... Саша готов работать. Он готов дать и хореографов, и сам принимать участие. И нам было интересно попробовать его, вот этот ноу-хау, да, который как бы его личный, попробовать интегрировать на лед. Но вопрос, а кому это нужно? Я же вам опять еще раз хочу вернуться. Я не могу заставить кого-то работать с кем-то. Я могу посоветовать или предложить. В этом и разница. Может любой человек для себя понять, что федерация это не авторитарный орган, который что решил, то и сделал. Нет. Мы ответственны за определенные вопросы, за проведение соревнований, за заявки на участие в чемпионатах мира, Европы и других международных турнирах, где мы являемся членами ИСУ. Но ни в коем разе не то, что многие для себя считают. Мы не можем позвонить директору школы, не знаю, в Одессу сказать, слушай, завтра придет Саша Левченко, возьмете его на работу, он будет завтра с вами работать. Вот так нельзя. Спрашивают вас на этапе Нью-Йоркского гран-при в Испании. Несерьезную травму во время произвольного танца получила Ангелина Сенкевича, сколько времени потребуется на ее восстановление, знаете ли вы? Да, я знаю про эту ситуацию, безусловно, и мне очень жаль, и, конечно, я сожалею о том, что она получила травму. Она подвернула ногу, я не знаю, видели вы это видео или не видели, смотрели вы или не смотрели. Она зацепилась, я так понимаю, или за штанину, или за что, от партнера, и, ну, неудачно все это так получилось, она подвернула ногу. Сейчас она периодически уже выходит на лед, начинает восстанавливаться. Как быстро она восстановится, ну, я не могу сказать, это все-таки здоровье, знаете, это лучше надо спросить у врача, лечащего, который сможет это более на той терминологии, которую он владеет, прокомментировать. Но, что я вам хочу сказать, что Егор Егоров, он катается, он на льду, он ее партнер, то есть сейчас вопрос за ней, как она восстановится и когда она выйдет. Будут ли они кататься вместе или раздельно, но это тоже, как бы, такой вопрос, достаточно непонятный. Потому что сегодня Егор катается у Воробьевой, изначально это пара, которая каталась у Марии Николаевны Тумановской. Как это будет завтра, ну, давайте пождем, посмотрим. В любом случае, выбор за ними. То есть, мы за то, чтобы эта пара была. Так, вас опять спрашивают о деньгах, но вы, собственно, уже ответили по поводу того, куда были потрачены 3 миллиона с копеечками. Это не ко мне, это надо к министерству переадресовать. Так, нет ли желания опять провести в Украине международный турнир, как это было в 2013, если не секрет, сколько было потрачено денег на тот турнир? Была ли вообще отдача от спонсоров, от билетов, от продажи билетов? Ну, помнится, что залы были, ну, наверное, не на 100% заполнены, да вообще как-то было. Ну, зрители не пришли, хотя ожидалось, что будет больше, наверное, народу. Не знаю, смотря за что вы, за какой день вы имеете в виду и как вы говорите. Ну, значит, когда были первые три дня, да, квалификационные турниры, да, это все было вообще полустрой. В среднем в день было по полторы-две тысячи людей, в среднем в день. Это то, что мы видим по тем билетам, которые были. По показательным выступлениям, по-моему, если не ошибаюсь, 98% зала было продано. Да, шоу было, да, было здорово. А вот именно сам соревновательный, особенно квалификации, все там, и вообще как-то не пришел народ посмотреть. Вы понимаете, вопрос в двух вещах. Давайте я начну постепенно отвечать на тот вопрос, который вы поставили. Значит, планируем ли мы проводить такого рода соревнования? Планировали, планируем и будем планировать. Знаете, как? Объясню, что стало проблемой не проведения соревнований в 2014 году. Многие не знают, с какими мы проблемами столкнулись в 2013 году, когда мы проводили. Только начиналась революция. Расскажите. В ночь того, на следующий день у нас уже начинаются соревнования, а ночью к нам должен заехать Беркут 20 автобусов на поселение во дворец спорта. Но понимаете, что это невозможно. Это маленькая капля из тех проблем, которые были в тот момент. Вы знаете, это, наверное, был самый большой по объемам, и, наверное, самый сложный опыт для всех, кто принимал участие вообще в организации этого турнира. Почему? 24 команды заявилось, некоторые снялись, американцы не приехали, потому что у них было послание от государственного департамента, что мы не рекомендуем посещать сейчас Украину. Скажем, по этой причине многие не доехали. Проблема. Второй момент. Была заявлена Юна Ким, изначально это олимпийская чемпионка, которая по разным обстоятельствам не приехала. Одно из этих обстоятельств, я думаю, то, что у нас начиналось происходить в стране. Подготовка сложная. Это очень емкий процесс, это очень много людей задействовано. Это не только федерация работала, это работала огромная команда, более 100 человек, которые занимались подготовкой. Это и телевизионщики, и группа режиссеров телеканала ОРТ, которые вообще, ну, как бы сегодня, наверное, для нас не сильно позитивны. Это люди, имеющие опыт съемок фигурного катания. Это и бригада режиссерская с канала М1 Перцева, группа, которая тоже этим занималась. Это очень тяжелый процесс, на самом деле. Это кажется, что так все просто и легко. Безусловно, я сегодня думаю о том, и мы проводим консультации и встречи и с министром спорта, и с Сергеем Назаровичем Бубкой, и с многими другими по поводу заявиться бы, провести бы турнир в конце года. Очень много рисков. Первый риск – в бюджете нет денег. Их и не было в прошлый раз. И это главный риск, да? Сегодня не 12-й год, и никто не положит те деньги, которые положил тогда. Это правда. В бюджете 3 миллиона на проведение таких соревнований, как минимум, надо 12-14. 3 миллиона на весь вид спорта, и мы сейчас хотим попросить 14. Какая вероятность того, что нам их дадут? Я думаю, очень маленькая. Сегодня очень много денег, вы знаете, из бюджета, бюджетных денег тратится на конфликт на Востоке. Много денег тратится на оборону. Гораздо меньше денег тратится на спорт. Сегодня это не, скажем, не number one для нашей страны. Получится ли у нас получить какое-то финансирование с бюджета? Безусловно, мы будем искать остальную часть денег для того, чтобы провести эти соревнования. Убыточные были вообще соревнования? Насколько убыточные в 2013 году? Что вы подразумеваете слово убыточные? Это убыток, я подозреваю, сколько вы потратили, и сколько вы получили дохода от того, что… Дохода нет. Дохода нет вообще. Дохода нет. Дохода нет. Я вам просто приведу один пример. Что такое, вот вы близки к медиа, да? Что такое ПТС? Ну, вы знаете, конечно. Сколько в 2013 году стоила аренда ПТС, качество HD и 12 камер HD? Ну, вы понимаете. И сейчас стоит довольно дорого. Ну, сейчас дешевле. Ну, это строительство, если вы говорите, да, в Доллранс. Ну, все-таки, вот сколько вы потратили, если можно, какую-то сумму общую, и, возможно, какая-то там минимальная, которую вы получили за продажу билетов, я не знаю, еще, может, какие-то… Вы знаете, я, честно говоря, я вам не скажу так точные цифры, потому что достаточно давно было, но я просто, чтобы, знаете, не ошибся. Я вам скажу, что проведение соревнований в общем стоило… Ну, так вот конкретно цифры не скажу, не хочу просто ошибиться, ну, быть нечестным. Ну, дорого очень. Ну, стоило это сделать? Ну, вообще, вот вы попробовали. Для имиджа страны – да. Для того, чтобы нас начали воспринимать в Международном союзе конькобежцев – да. Для того, чтобы… Ну, скажем, я же вам не рассказывал, для чего я их проводил. Для чего вы их проводили? Моя задача была чемпионат Европы в Украине, в Киеве. Это была моя задача, которую я пришел, и я для себя поставил, и я очень хотел, чтобы один из престижнейших турниров мира прошел бы в Киеве. И это было, в принципе, несложно, если бы не было тех всех ситуаций, которые последовали дальше у нас в стране. Что я имею в виду? Мы должны были провести международные соревнования на очень хорошем уровне, чтобы Иисус сказал, «А тут плюс, 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 вы готовы принять чемпионат Европы». Для меня было это очень важно. И это важно для страны и для популяризации спорта. Ну, вы понимаете? Конечно. Почему мы не провели? Очень хорошие, скажем так, фидбэки мы получили от международных федераций. Они все сказали, что это было классно, это было, может быть, даже иногда лучше, чем чемпионат Европы в некоторых странах, и что им очень понравилось, они с удовольствием приехали в Украину. Мы хотели такие же соревнования проводить в 2014 году. Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Мы хотели в 2015 году. Точно так же, непонятно. То есть мы не можем заявиться и потом вдруг отменить их. Тогда все, что мы делали и делаем на протяжении последних лет, это просто будет в минус. Да, мы все равно хотим провести чемпионат Европы в Украине. Я сегодня вместе с министром и с президентом национального импетра комитета мы думаем о том, чтобы попробовать подать заявку на 2019 год, это свободная дата, на чемпионат Европы. Что будет в 2019 году, ну, наверное, явно никто не знает. Но заявляться мы должны сейчас, потому что на конгрессе, который будет в этом году в Дубровнике, будут принимать решения о том, где будут следующие, то есть Совет ИСУ будет принимать решения, где будут следующие чемпионаты проходить. Но основное же требование будет какое? Требование безопасности, гарантии безопасности. Там есть технические требования, там много разных требований. Там целая книжка требований. Вы знаете, там как... Это обязательно, но в нынешней ситуации наверняка все будут думать о том, что, как вы говорили, два года назад не допустили, все-таки были условия, лучше ребят не ездить. Мы не заявлялись просто. Нет, я имею в виду, что на те соревнования, когда говорили о том, что команда США не приехала, поскольку... Не приехала, да. И топ-спортсмены тоже не приехали. Сейчас же наверняка тоже будет рассматриваться этот момент. Смотрите, сегодня конфликтных ситуаций, слава богу, в Киеве нет. Я верю, ну мне хочется верить в то, что ситуация разрешится на Востоке, Бог нам поможет и помогут все политики, которые в этом вопросе участвуют. И все-таки у нас наконец-то зацарит мир в стране. Это важно для всех. И для экономического потенциала страны, и даже для самого маленького... Ну это неважный вопрос в рамках страны для проведения турнира для фигурного катания. То есть, если так или иначе ситуация будет стабилизироваться, нам дадут эти соревнования. В Киеве сегодня нету каких-то вспышек, агрессии, конфликтов, ну глобально. Поэтому обеспечить безопасность мы в Киеве сможем. Мы обеспечивали ее в прошлый раз. Работало практически 4 охранные компании, работала государственная служба безопасности, охрана милицейская, работал департамент громадской безопасности. Это тогда, на чемпионате, это реально было очень тяжело. Ну, то есть, понимаете, там бегали мужики с дубинками, и бегала милиция за ними. И на Крещатике, вы же помните, тогда начинался только разгар революции. Да. Должны же быть наверняка какие-то гарантии еще и от правительства, бюджетного комитета и тому подобное. Как-то уже ведутся. В общем, если вы себе думаете, что нужно уже подавать заявку в нынешнем году, можно ли уже говорить о том, что поддержится это еще и на государственном уровне? Смотрите, мы этот весь вопрос начали развивать с Игорем Александровичем Ждановым и Сергеем Назаровичем Бубкой вместе. Так или иначе, министр со своей стороны этот вопрос будет лоббировать на уровне правительства, на уровне Верховного Совета, по той ветке, за которую он отвечает. Мы с Сергеем Назаровичем со своей стороны тоже общаемся с людьми, встречаемся, обсуждаем вопросы, перспективы этого развития. Безусловно, ну, чтобы было понятно, важно не только сделать здесь все, но важно, чтобы мы и там, за границей, выглядели достойно. Я не говорю только за результаты спортсменов, я говорю за наше представительство в Международном союзе конькобежцев. Я говорю о том, что мы должны вести активную работу за границей. Ее никто не видит здесь, но она каждый день ведется. Это действительно кропотливая работа, потому что это предложение по правилам, это предложение на конгрессы, это заявки на проведение семинаров. Ну, это много чего, ну, скажем, я вам не могу, мы потратим слишком много вашего времени, чтобы я вам это все рассказал. Ну, вот, к примеру, в Украине проведен в прошлом году международный семинар под эгидой ИСУ, где люди прослушали курс лекций ведущих специалистов по фигурному катанию. Такого не было очень-очень давно в Украине. То есть мы можем говорить, что для нашей страны это какой-то плюс в плане рекомендаций Международного Союза, что они видят, что мы здесь работаем. Провели международные соревнования, это уже побольше плюс. Проведем какой-нибудь этап гран-при либо челлендж, это еще больший плюс. И мы должны собирать в своем карманчике много плюсов для того, чтобы мы могли апеллировать и говорить, ребят, отдайте нам чемпионат Европы, мы его проведем лучше, качественнее, интереснее. Никто давно не был в Киеве, вот давайте посмотрим. И знаете, на нашей стране будет много единомышленников, я вам честно говорю. То есть многие страны сегодня готовы поддержать, если мы обеспечим 100% безопасность и тут будет все хорошо и красиво, они приедут. И не 22, не 24, может 40, может быть больше. Но мы вам пожелаем удачи в этом нелегком деле. Учитывая ограниченный бюджет Федерации, как вы оцениваете подготовленные спортсмены или команды к международным соревнованиям? Собственно, кроме того, каким образом Федерация контролирует команду спортсменов от потенциальных нарушений Всемирного антидопингового комитета? Ну, вот как-то так. В общем, вы на сколько... Три вопроса в одном. Да. Начну с конца. Значит, мы в Федерации создали комиссию, называется она Медицинская антидопинговая комиссия. Членом, главой этой комиссии является Амбарцумов Рубен, он же является одновременно членом антидопинговой комиссии Международного союза конькобежцев. То есть, вот это наше представительство там, за границей. Это вот один из плюсов, да? Он, естественно, получает основную информацию и он доносит это до спортсменов, до директоров школ, до тренеров. Это его зона ответственности, это его работа. Безусловно, существует отдельная организация у нас на сегодняшний день, которая контролирует эти все вопросы. Она, скажем так, сотрудничает и с нашей Федерацией, мы вот подписали договор сотрудничества. Она сотрудничает с Национальным Олимпийским комитетом. И, безусловно, знаете, это как трехстороннее партнерство. Все по чуть-чуть контролируют везде. Поэтому, слава Богу, у нас таких проблем нету. И в фигурном катании мы не играемся с запрещенными препаратами. То есть, это не тяжелая и легкая атлетика, где реально этим часто загоупотребляют. В нашей ситуации, к слава Богу, мы это не используем и не прибегаем. Ну, как бы, вот, как результат, наверное, это хорошо. Еще вопрос был по поводу финансирования. Да, финансирование. Сейчас еще раз вам процитирую. Как вы оцениваете подготовку спортсмена или команды к международным соревнованиям, учитывая бюджет? Ну, собственно, хватает ли бюджетных средств или на, опять-таки, на подготовку команды, вот, допустим, к чемпионату мира, там уже, все ли, всем ли обеспечено, все ли готово? Вот так вот как-то. Ну, вы знаете, интересный вопрос, он такой, наверное, больше риторического характера. Кому когда-то хватало денег? Денег никогда не хватает. Я же вам пример привел по поводу, что в этом году или в прошлом году не заложены деньги на покупку инвентаря спортивного, да, то есть, ни ботинок с коньками, ни костюмов. Этим занимаемся частично мы, частично какие-то школы, частично наши территориальные отделения, частично сами спортсмены. Все зависит от того, например, Назарову Никитин костюмы мы им покупали, ботинки с коньками мы им покупали, некоторые тренировочные сборы мы оплачивали как федерация. Что-то, конечно, львиную долю закрывается с бюджета, какая-то. Есть также у них и стипендии, которые им платит Национальный олимпийский комитет и там, куда они их тратят, они конкретно описывают в своих, скажем так, в своих отчетах, которые они предоставляют. То есть, у них есть конкретные правила, куда можно потратить эти деньги. То есть, их нельзя там пойти, купить себе, не знаю, билет на Майорку и уехать отдыхать на год. Тут вам предлагают один из вариантов, как решить финансовые проблемы. Говорят о том, что якобы есть возможность, когда украинский спортсмен выступает в паре с представителем другой страны и именно представитель той и иной страны оплачивает какие-то сборы или дает какие-то финансовые средства, дабы пройти подготовку. Насколько это вообще возможно в украинских реалиях или вообще насколько такая практика возможна? Такая практика существует, скажу вам честно, да, безусловно. Приведу вам пример. Американский спортсмен хочет выступать с украинской спортсменкой, но в Украину он ехать не хочет, где мы можем ему обеспечить что-то, как-то, где-то, какие-то условия, но это все проговаривается. На том месте, он говорит, я хотел бы, чтобы эта украинская спортсменка переехала ко мне в Америку и тренировалась там, где я тренируюсь, у моего тренера. Но Америка иная страна с иными правилами и с иными законами. Там тренер получает 150 долларов в час за 45 минут работы, не в час, за 45 минут. С ними работают другие специалисты. И вот, к примеру, я сейчас вел переговоры с одним из известных специалистов в танцах на льду, это Игорь Шпильбан, сколько стоит, к примеру, подготовить его работа, его команды с танцевальной парой? С какой-либо. То есть, примерный бюджет 7,5-8,5 тысяч долларов, это не включая проживание. Это просто работа специалистов и лед. Это на какой период времени? На месяц. На месяц. То есть, давайте, математика простая. 8 тысяч долларов умножаем на 12, сколько мы получаем? 96 тысяч. 96. Общий бюджет по стране, по стране, 120. Может ли позволить себе эта страна? Наверное, нет. Тогда, естественно, ищутся механизмы. Может быть, что-то перекрывает федерация, может быть, что-то перекрывает национально-олимпийский комитет. Либо же, что-то в том числе перекрывает та сторона, которая заинтересована, чтобы украинский спортсмен катался не в Украине, а там. Что мы можем при этом? Безусловно, нам это не супер хорошо, но в то же время и не супер плохо. Почему? Если мы себе не можем, к примеру, как страна позволит содержать 50 спортсменов по 80-90 тысяч долларов в год, ну, наверное, мы должны с этим смириться и сказать, окей, мы попросим у кого-то помощи. Кто-то может сказать, что, наверное, это неправильно. Но тогда неправильно, когда Украина берет кредиты в Международный валютный фонд. Ну, по сути, тот же принцип. То есть, мы обращаемся, безусловно, за помощью к разным организациям, которые так или иначе пытаются нам помочь. За последнее время я вам скажу, что такой практики, по сути, вот единственный, который совместный проект, который мы делали с иностранным спортсменом, это как раз Лиза и Матей, где какую-то часть из этого бюджета закрывали родители Матея. Какую-то часть, но не всю. Результат, ну, мы видим, что это позволило, к примеру, им выступить на чемпионате Америки, даже не сказав об этом федерации. Это, наверное, действительно плохо. Это минус для нас. Это риски. Но в то же время мы не вправе рушить жизнь нашего спортсмена. То есть, если мы не можем ему дать то, что ему могут дать другие, значит, мы должны позволить другим сделать ему лучше. Зачем человека изначально, ну, скажем так, ограничивать его возможности? Да, мы не преследуем цель того, чтобы наши спортсмены выступали за другие страны. Но если сегодня на сегодня или на завтра или на поздраве, мы не можем ему дать то, что ему нужно, и ему кто-то это предлагает, это было бы очень нечестно сказать, что нет, ты знаешь, ты сиди здесь и ничего не делай. И вот все твои 15 лет, которые ты провел на льду, они пошли просто на смарку. Это некрасиво. Да, но другой вариант все-таки есть же, ребята уезжают и могут и остаться, может же даже Лиза остаться и принять это решение. Вы же не даете какую-то гарантию или не подписываете с ней обязательства того, какие-то контракты о том, что она обязательства Если бы она была спортсменом национальной сборной, контракт был бы подписан с министерством. Сегодня она не спортсмен национальной сборной. Почему такая система работает в направлении физкультуры и спорта? Но, вы знаете, это длинный переходной период Советского Союза. Мы еще не цивилизованная демократическая страна, но я имею в виду в плане нормативно-правовых актов. И в то же время мы уже не Советский Союз, где была диктатура. Мы где-то вот посередине и мы не понимаем, лучше нам вернуться в Советский Союз или все-таки нам попробовать пойти в какую-то более развитую сферу, где мы понимаем, что есть контрактные взаимоотношения, нет бесплатного спорта. Например, мы можем датировать условно государство. Можем датировать кого? Перспективных спортсменов. Но мы не можем датировать всех, кто хочет заниматься фигурным катанием. Это невозможно. Спрашивают вас на вопросе о недопустимости проведения соревнований неквалифицированными организаторами, такими как Татьяна Цимбал. Вообще, как это так получается? Соревнования проводятся по непонятным правилам, сомнительным судействам. Дети получают травмы из-за некачественного льда и тому подобное. Все это якобы под эгидой Федерации. Насколько это все возможно? Ну, я вам скажу честно, это не под эгидой Федерации. Якобы. Я вам скажу честно, это не под эгидой Федерации. Существует организация. Как она работает, ее принципы работы мне до конца неизвестны. К сожалению, этот факт есть. Мы пытаемся с этим фактом, я скажу так, не бороться, но хотя бы уговорить их войти в правовое поле. Эта зона ответственности не наша, как Федерации. Но мы должны об этом тоже беспокоиться. Это зона ответственности Министерства спорта, как такового, и управления спорта на территориях. Я думаю, что всем известно статья 20-я закона про физкультуру и спорт, которая конкретно говорит о том, кто такие Федерации, кто такие Федерации со статусом национальной и какие полномочия у них есть. Я вас уверяю, что все соревнования, которые мы проводим под наши гиды, они есть на нашем сайте Федерации. Всегда с ними можно ознакомиться. У нас есть официальная наша электронная почта, которая так или иначе туда может обратиться любой человек, не только, например, связанный непосредственно, не только член Федерации написать нам, есть такая проблема, прокомментируйте, пожалуйста, дайте нам ответ. Я не вижу проблемы на этот вопрос ответить. Вижу другую проблему. Проблема, связанная с чем? К сожалению, так построена система, что, я вот опять вам сделаю такой акцент на этом, что мы не можем влиять на какие-то определенные процессы в условиях отсутствия законодательства, которое разрешало бы нам это делать. А закон нарушать мы не будем. Приведу вам пример. Федерация имеет статус национальный, у нас есть подписанный договор с Министерством спорта, и мы являемся единственной организацией, которая занимается фигурным катанием в стране. Первый вопрос. Может ли существовать параллельно другая такая же организация, которая будет это делать? Нет, потому что это нарушение статьи закона. Второй момент. Если же мы говорим о том, что существует какая-то организация, которая проводит соревнования, условно говоря, ну вот вашего двора. Ну окей, это ваши проблемы, проводить что хотите. Что вы не имеете права проводить, что прописано в законе? Международные соревнования? Однозначно нет. Может проводить Федерация, либо Министерство спорта. Они должны быть в календаре. Второй аспект. Что такое добросовестная конкуренция? В моем понимании, я думаю, со мной согласятся очень многие. Вы, например, на фигурном катании, наверное, фигурным катанием не занимались. Ну, я так подозреваю. И вы ходите, например, для себя катаетесь раз в месяц. Ну и вот, к примеру, а у меня есть другая, например, девушка, которая занимается фигурным катанием последние 20 лет. Имеет ли она право быть в одинаковых условиях и конкурировать с вами? Нет. Ну это не честно. Вы согласны? Что говорит эта организация? Эта организация говорит, что они проводят соревнования для любителей. Почему на соревнованиях любителей участвуют спортсмены, я не говорю даже федерации, вот на секундочку упустим. Спортсмены, детско-юношеские, спортивные школы Олимпийского резерва. Где же тут честность? Честности здесь нет. Второй момент. Существуют правила Международного союза конькобежцев. Конституция Международного союза конькобежцев, правило 102. Там написано четко, конкретно, кто является правомочным в том или ином вопросе. И там все написано, ну, для самых, наверное, людей, не понимающих простые слова, там написано, что нельзя, что можно. В нашем случае написано, что если мы хотим проводить какие-то международные соревнования, мы по законодательству, которые, скажем, как члены Международного союза, мы должны оповестить их, получить от них разрешение. Второе. Мы должны оповестить министра спорта. Министр спорта, в свою очередь, дает поручение, нас включают в единый календарь международных спортивных мероприятий Украины. Когда проводят соревнования под эгидой вот этой организации, они влезают, скажем так, не в правовое поле. Они проводят международные соревнования, не имеют права. Второе. Они проводят соревнования, используя компьютерную систему Международного союза конькоберцев, не являясь ее членами. Тоже нарушение, и это тоже прописано законодательно. Второе. Пример приведу Львова. Приходит нам письмо от директора департамента молоди по мотоспорту Львовского и ОДА. И он пишет, там, уважаемая федерация, прошу вас предоставить мне судьи, компьютеры, там, то, 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 ну, целый список. Мы ему звоним, как бы нормально, наш вице-президент первый звонит, ему говорит, прокомментируйте, кто вы, что вы, чего вы нас это просите. Он говорит, ну, была ваш представитель, Тамара Ивановна Цимбал, которая это попросила. Мы говорим, так у нас там представительства нету. На что, как бы, естественно, у государственного служащего возник культурный ступор. Он не понимал, как дальше себя вести. Он уже что-то письмо отправил, оно же зарегистрировано и все остальное. Да, они провели эти соревнования по итогу. Да, мы это знаем. Да, мы против того, чтобы срывать какие-то уже, знаете, когда приезжают 50 детей, мы же делаем не, ей как бы неприятности, а мы сделаем детям неприятности. Я вообще против неприятностей. Я предлагал то, что люди должны работать в правом поле. Никто не должен заниматься сепаратизмом в спорте. Конкретно, я вам скажу, я проводил консультации со своими международными коллегами из международного суза конькобежцев. Они конкретно говорят, что это сепаратизм в спорте. То есть мы сегодня в стране боремся с сепаратизмом в стране, чтобы не отделялись регионы, чтобы нас не захватывали агрессивно настроенные соседи. Но сепаратизм в спорте, получается, что мы поддерживаем. Мы поддерживают кто? Кто участвует? Кто судит? Кто предоставляет все эти услуги? Это именно сепаратизм. Почему? Потому что в международном союзе конькобежцев четко определены градации, что является любительским спортом. Они такие соревнования тоже проводят. Опять-таки, под эгидой федерации международной. И что такое соревнования нелюбительские? Они называются нелюбительские, они называются у них Adult Figure Skating. Они берут выше возраст, чем спортивный. За счет этого они не пересекаются со спортом. И все те, кто должны заниматься спортом, они занимаются спортом. Кто закончил, вот мы с вами закончили, к примеру, спорт, мы можем с вами пойти и поучаствовать на этих соревнованиях даже на международных. То есть это, ну скажем так, я не знаю, что толкает этих людей заниматься именно такими вещами. Ну, на законодательном уровне вы никак не можете бороться с этим явлением. Если это... Если это... Нет, я понимаю, я имею в виду федерация или как-то министерство может как-то обратиться. Министерство этим вопросом занимается. Этим вопросом занимается, я вам скажу, существуют писанные правила, где Международный союз конькобежцев в случае какого-то эксцесса на соревнованиях, проводимых этой организацией, может дисквалифицировать нашу федерацию. И тогда мы будем с вами проводить чемпионат Европы в рамках чемпионата Украины. И только будут участвовать наши украинские спортсмены. Это проблема. Можно получить штраф. Это другая проблема в эквиваленте 15 тысяч франков. Это тоже прописано в Конституции СУ. Есть коммунике, который конкретно выдан и все это как бы написано. Другой вопрос, что проблема сегодня стоит в чем? Что территориальные органы, которые отвечают за развитие спорта в областях, они не знают, что есть федерация фигурного катания или какая-то другая федерация. Но это же, понимаете, вопрос в том, что значит эта проблема у них на месте, значит они должны. То есть я могу, честно говоря, могу процитировать, могу не цитировать, это доступно. Человек каждый может, кто нас сегодня слушает, читает, он может просто посмотреть статью 20 закона, там все написано конкретно, подробно, для всех, даже для тех, кто, наверное, плохо понимает, это будет понятно. То есть там все это обозначено. Поэтому мы должны говорить о том, что если мы хотим жить в демократической, правовом государстве, мы должны начать, в первую очередь, с самих себя. То есть если мы сегодня поддерживаем сепаратизм в фигурном катании, то о какой речи мы говорим о более глобальных вещах? Все начинается с малого, вы же согласитесь со мной. Конечно, да. А вот еще о малом, а может и большом, спрашивает читатель. Когда вы перестанете требовать деньги за проведение любительских стартов, вот в Виннице, Черновцах, Кировограде, Полтава у нас, не хватает вам на отпуск? Вот такой вот вопрос. Это на самом деле так? Вы требуете деньги или там какие-то взносы, или что, и как распределяете деньги? Я вам скажу честно, мы в тех регионах, которые вы пересислили, до сегодняшнего дня включительно соревнований никаких не проводили. Поэтому говорить, что мы что-то от кого-то требуем, то это неправда. Что было в Виннице, Черновцах, Кировограде и Полтаве, что заставило человека вот так вот сейчас высказаться? Потому что, опять же таки, я вам напомню, буквально секунду назад, управление спорта Львовской области, говорит, приходил представитель Федерации фигурного катания на коньках, Тамара Ивановна Сымба. То есть по стране могут ходить представители фигурного катания, которых вы не контролируете? Но это не то, чтобы они не есть представителями, но которые могут приходить якобы от имени федерации? Ну понимаете, я не хочу ни в коем случае, честно вам скажу, кого-то оскорбить или кому-то повесить какой-то ярлык. Мы сами должны дать оценку тому человеку, который приходит и представляется в Федерации фигурного катания, не имея к этому никаких отношений. Второй вопрос. Если мы там не проводим соревнования, значит кто-то получает на это деньги и говорит, что он собирает дни на отпуск. Ну тогда я буду ждать того человека, который придет и даст мне эти деньги, я может поеду в отпуск наконец-то. Понимаете? Ну видимо, видимо не скоро дождетесь. Ну собственно хотелось бы спросить о задачах наших ребят на чемпионате мира. Есть ли уже какие-то вы с ребятами поговорили и сказали, вот попадание в топ-20, не знаю, в топ-12 или как, или вы не ставите с таких целей, дабы там не давить психологически или что-то вроде этого? Смотрите, задачи, конечно, мы можем поставить. Самая главная задача перед каждым спортсменом сделать максимум того, что он умеет. Максимум. Умеет он прыгать два атомных акселя в программе? В лучшем виде, пожалуйста, чтобы прыгнул, получил. А вы потом после чемпионата разберетесь, ты прыгнул в лучшем, а ты не в лучшем или как? Но все-таки не может спортсмен быть без... Смотрите, есть система судейства. К примеру, спортсмен выполняет тройной аксель. Прыгнул его. Прыгнул с плохим выездом. Некрасиво. Как-то там выезд не очень как бы качественный. Понятно, что судьи сразу же оценивают его качество исполнения элемента на минус оценку. Минус один, минус два, минус три. Это уже там совсем плохо. Но если спортсмен прыгнул тройной аксель и получил, к примеру, плюс два, ну это же он молодец. Если даже плюс один получил, он молодец. Важно не получить минус. Это первая важность. Второй момент. Если у спортсмена стоит вращение на четвертый левел, а он его сделал на второй, наверное, тут он не молодец. Ну, все очень просто. То есть мы разбираем все, начиная от того, как прошел его прокат субъективно. Например, вот я сижу на трибуне и слежу за всеми прокатами, кто катается. Начиная даже не от наших спортсменов и продолжая нашими и заканчивая с других стран. Я анализирую то, что нам нужно дальше и мы эти вопросы потом обсуждаем совместно. Какую мы можем поставить задачу спортсмену, к примеру, ты должен быть первым. Хорошая задача. Реальные задачи. Понимаете, я когда пришел как администратор фигурное катание, вот как менеджер, возглавляя федерацию, мне очень хорошую фразу сказали, говорит, что лед скользкий, гарантий нет. Поэтому кто-то может упасть, а кто-то может все сделать, а кто-то может сделать больше, даже чем он делал это на тренировках. Вот, например, Ваня Павлов выступал на чемпионате Европы, он впервые в жизни катал программу с двумя тренными акселями. Впервые. Вот это кто-то знает? Наверное, нет. Понятно, что вот кто-то скажет, да, он сделал их с ошибками. Послушайте, он их сделал. Как он, качество, да, пострадало, но он это сделал. Вот мне говорят, вот он плохо выступил. Я говорю, послушайте, он неплохо выступил, он первый раз поехал на чемпионат Европы. Понят в прошлом году, когда выступал, представлял Украину, он был 14-й и, по-моему, 16-й. Ну, по результатам, 14-й после короткой программы, 16-й после произвольной. Сегодня мы 13-й и 15-й. Да, прогресс, конечно, не сильно быстрый, да, там одно место выше, но это разные спортсмены, хочу обратить внимание. У Вани сегодня нет в арсенале четверного прыжка, поэтому говорить, что ты должен сделать то или другое, ну, это неправильно будет. Хочу обратить ваше внимание, что на чемпионате мира взрослым практически первая двадцатка вся прыгает четверные прыжки. Вы можете проанализировать ситуацию до этого всего. Когда ездил Годорожа, он иногда вылетал даже с квалификации. Хотя все считали, что он супер, что он самый лучший. Павлов сегодня, я считаю, что он достойно выступил и на чемпионате Европы, и я верю в то, что он достойно выступит на взрослом чемпионате мира. Это правда. По поводу стратегии в танцевальных дуэтах, все зависит от того, кто это будет. То есть, я знаю, что если, к примеру, Назарова, Никитин будет в хорошей форме, да, безусловно, они могут побороться за какие-то высокие, ну, не супервысокие, не первую тройку, понятно, но пытаться куда-то мы можем. С глисту коленей в ситуации гораздо тяжелее, потому что, знаете, в танцах на дну есть такое понятие, как очередь. Ну, это негласное такое правило, когда ты должен прийти, засветиться, показать, что ты действительно интересный спортсмен, ты интересная пара, что вы едины, что вот вы супер. Вот французы, к примеру, да, сегодня, это единая пара, они скользят, скорость, все, американский дуэт, послушайте, твизлы на таких сумасшедших скоростях, я думаю, ну, я давно, честно, не видел вообще, ну, действительно, на хорошем уровне. У нас есть к чему стремиться, поэтому задачу, которую мы, как федерация, поставим перед ними, это, естественно, лучший прокат. В местах, не буду даже такого просить, объясню почему. Вы знаете, ты выходишь, а тебе говорят, ты должен быть не ниже 15-го, а ты для себя внутри рассчитывал первым быть. И как-то ты думаешь, ну, почему так тебя низко оценили, ты же на самом деле рассчитывал на лучшее. Да, понятно, что есть какой-то субъективизм, кто-то во что-то верит, кто-то нет. Кто-то смеялся, почему вы такие ставите задачи на соревнования. Говорят, объясните мне, как по результатам чемпионата Украины тренерский совет принял какие-то решения. Ну, и собираемся мы на заседание президиума и говорят, какие задачи для спортсменов? Говорят, пройти квалификацию. Говорят, это не задача. Это тренерский совет. Это не я, это не мои коллеги вице-президенты, это тренерский совет. Ставит задачу попасть в квалификацию. Я говорю, нет, таких задач не будет. Я говорю, я даже в спортсмену в глаза не посмотрю, я скажу, слушай, ты должен быть 24. Ну, вот, понимаете, вот с этого нужно начать. Не начать с того, что мы должны заставить спортсмена что-то сделать. Нет, спортсмены сам заинтересованы это все сделать. Мы не должны ему морально перегрузить, мы должны ему подарить энергию, которая подбодрит его, чтобы он сделал все, что он умеет. Этого достаточно. Кроме энергии, финансовая какая-то мотивация будет у спортсменов, которые отобрались в сборную, отобрались на чемпионат мира и, возможно, там займут, вот покажут свой максимум. Смотрите, эти спортсмены, давайте, чтобы я про всех не рассказывал, я приведу вам пример на ком-то конкретном. Например, Назарова, Никитин получают стипендию, заработную плату. Это финансовая мотивация или нет? Да. Согласен. Ну, бонусы же какие-то за, не знаю, если они вдруг... Давайте говорить о бонусах, когда будет результат. То есть, когда будет результат, будет и бонус. Мы им оплачиваем полностью костюмы, мы им оплачиваем ботинки с коньками, все по возможности, то есть, вот, условно говоря, есть у нас 10 гривен, вот я отдам 11, у меня такого нет, что я там 2 гривны оставлю на черный день. Я лучше потом найду там свои 2 гривны и положу их, поймите правильно. То есть, я сам из спорта, я понимаю, что если тебе нужны коньки сегодня, то сказать тебе, что ты подожди, пожалуйста, через месяц я тебе дам, тебе не подходит. Ну, как-никак. Поэтому для меня важно, чтобы они получили свои времена то, что им нужно. Вот мы как раз буквально сейчас, вот мы, я вам скажу честно, в этом году, в этом сезоне только, Хныченкова, я вам рассказывал, получила не одну пару ботинок. Гожева сегодня получила, Настя тоже, ботинки с коньками. Аганисян с Бордеем тоже сейчас, вот Аганисян чуть раньше, Бордея чуть позже, он позже решил поменять ботинки, сейчас тоже получили новые ботинки с коньками. Назарова Никитина аналогично, Павлов аналогично, ну и так далее. То есть, мы этим вопросом занимаемся. Но никто же не спрашивает, откуда мы эти деньги берем, да, ну как бы это наша проблема, как вот наша организация. Но мы это делаем, потому что мы понимаем, что если мы это не сделаем, ну как бы ставить ситуацию, ставить спортсменам условия, что он должен сам это искать, нет. Вот мы нашли возможность для вот такой-то группы спортсменов, мы это сделали. Если мы завтра найдем возможность для остальных, мы и остальным сделаем. Но как вы понимаете, обеспечить всех не есть возможным. Безусловно, мы заинтересованы найти для них спонсора, как это делает Американская Федерация. Она не финансирует сама, она ищет спонсора, и спонсор, естественно, тогда уже говорит. Но спонсора можно искать под кого? Под места. Да, конечно, мы говорили об этом. Ну, собственно, хотелось бы еще спросить последнюю связь. Вы за кого болеете? Вот кроме украинцев, естественно. Есть ли у вас любимчики? В принципе, вот вы когда обязательно нужно посмотреть того-то или того-то? Ну, конечно, есть. Конечно, безусловно. В каждом виде соревнований свои. Мне, безусловно, очень нравится Фернандес. Кто-то отдает больше предпочтения Ханью. Мне, честно говоря, как мужское, вот хочу обратить внимание, мужское фигурное катание. Я вот ставлю на первое место Фернандеса. По легкости катания, по скольжению, наверное, все-таки Ханью. Я всегда, мне интересно прийти на этих спортсменов посмотреть. Я, безусловно, болею за всех украинских спортсменов, которые выступают за другие страны. Они точно такие же для меня, как бы, украинцы. До сих пор остались. Многие это мои какие-то в прошлом друзья, коллеги по спорту. Я с кем-то катался, с кем-то занимался. Кто-то уже тренер, кто-то еще кто-то. И действительно, знаете, это все-таки дружная семья. Вот, может быть, для кого-то это станет, ну, скажем, неожиданностью, но на соревнованиях никто про политику не говорит. Понимаете? Вот никто, и это хорошо. Никто не говорит, что вот вы там то сделали, вот украинцы хорошие или плохие, или русские хорошие или плохие, или там кто-то нас обидел, или кто-то нам денег не дал. Нет. Там все дружны. И все болеют за всех. Там такого нет. Поэтому передать атмосферу это сложно. Это надо прийти и почувствовать. Вы понимаете? Поэтому тогда это будет действительно интересно. И все интересные спортсмены. Вот знаете, существует пара, например, танцевальная, которая выступает за Германию. Нелли Жиганшина и Александр Гаджи. Тренирует их один из ведущих специалистов Ростислав. И знаете, вот у них программы ну это как вам сказать это что-то новое. Это какие-то интересные. Вот если посмотреть на их творчество вообще это действительно творчество. Они катаются всегда в стилизированных костюмах. У них нету кислых лиц. Они всегда такие вот знаете это душа. И вы приходите и видите, что человек работает не только над тем, чтобы знаете, галочку поставить, что он там сделал этот элемент или этот. Нет, это люди, которые посвятили себя это как театр, знаете, это как пойти на бродвейское шоу. Это действительно интересно. И таких ну как бы немало. Но для меня они как бы одни из самых интересных. Безусловно, существует очень много танцевальных дуэтов из других стран, которые например, вот мне очень нравится французская сегодня паура. первое место чемпионата Европы шикарное, единое, скольжение супер. То есть вы знаете, это надо любить просто. Это надо сесть, познакомиться просто с коллективом вот скажем так уже завсегдатых членов международного танцуза конькобежца. Многим из них уже там по 80 лет. Они все приезжают до сих пор на эти соревнования. Это свой такой маленький мир, который болеет каждый за кого-то или за всех сразу. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть фаворит в спорте. Но честно, если у меня есть такая возможность, у нас нету каких-то рабочих встреч во время соревнований, я смотрю все соревнования, неважно, мальчики, девочки, пары, танцы, я стараюсь уделить этому максимально времени, потому что я как минимум для этого туда приехал. Но я туда приехал для этого. Поэтому для меня это важно. Мы вам желаем получать удовольствие от выступлений украинцев. А стране желаем все-таки побед и дай бог как они в ближайшее время случаются. Может, если у вас какой-то ребята, приходите заниматься фигурными катаниями или какое-то такое финальное слово. Мы предоставляем им эту возможность сказать. Спасибо. Ну, прежде всего я хотел бы обратиться к нашим зрителям, наверное, правильно будет сказать, к зрителям, чтобы они как минимум болели за национальную сборную команду. Не только по фигурному катанию, а вообще по всем видам спорта. Потому что это честь нашей страны, которую отстаивают молодые перспективные спортсмены за границей. Это возможность, скажем, послушать, услышать и гордиться нашим гимном в других странах. Поэтому я просто, скажем, провожу агитацию и прошу просто болеть за нашу команду. Я знаю, что проблематично будет посмотреть, так как есть свои условия в стране, что мы не можем сегодня это показывать. Но я думаю, что каждый дает возможность где это посмотреть, как это посмотреть и потратить свои пять минут драгоценного времени для того, чтобы поболеть за наших спортсменов на чемпионате мира в Бостоне. Спасибо вам за то, что вы пришли, откровенно ответили на вопросы, я надеюсь, откровенно. Ну и, собственно, побед вам. Спасибо еще раз. Спасибо вам.